Всем привет! С вами Дин Роман. На нашей планете обитает очень много различных птиц. Например, такие как голуби, моробу, аисты, вороны и так далее. В нашем мире существуют самые маленькие птички, например, такие как калибри. А есть и самые крупные, такие как орлы или эму. Но сегодня мы посмотрим на агрессивных и опасных птиц, которые могут переставлять угрозу для человека или для всего живого на планете. Ну что, давайте начнем. Давайте, пожалуй, начнем с лебедей. Лебеди – очень красивые птицы. Которые они обитают в Евразии и Северной Америке. Они обычно живут в городских озерах или в реках. Размах крыльев у этих птиц достигает от 2 до 2,5 метров. А их черные братья, черные лебеди, размах крыльев достигает от 1,5 метра до 2 метров. А их вес может достигать от 12 до 15 килограмм. В мире существует всего лишь 7 видов лебедей. Например, черный лебедь, черношейная лебедь, малый лебедь и еще, например, американский лебедь. И вы думаете, что лебеди не представляют никакой угрозы? Они могут. Они представляют угрозы для лебедей, которая не счищает свое потомство и территорию. Заметив чужака на территории или приближение к потомству, они начинают щипять. Лебеди бросаются в атаку, бьют своими большими крыльями и больно клюют своими клювами. Эти птицы не могут навредить человеку очень серьезной травмой. Например, они могут оставлять синяки. Следующий у нас это канадский гусь или, как ее еще называют, канадская козарка. Их длина может достигать от 75 до 110 сантиметров. Их размах крыльев достигает от 1 метра 30 сантиметров до 1 метра 80 сантиметров. Их вес может достигать до 6 с половиной килограмма. У них крайне агрессивные нравы. В сезон гнездования с наступлением весны они ведут себя крайне агрессивно. Эти гуси нападают на все живое, кто окажется на их территории. При встрече с человеком канадские гуси нередко навредят людям серьезные переломы или рваные раны. Они могут атаковать других птиц и животных, которые оказываются на беговой линии. У них отличается повышенная агрессия. И гуси могут нападать тех, кто проходит мимо. Особенно, если возле них птицы. Эти гуси часто нападают на людей. И они делают предупреждение, что нельзя слишком близко подходить гусям, которые у них птицы. Следующая птица в моем списке – это сорока. Это не та сорока, которая питает Евразией. Мы сегодня поговорим о австралийских сороках. Австралийская сорока – это один из видов сорок, которые можно встретить в Австралии. Жители их называют еще воронами-свистунами, потому что их тело очень похоже на ворона. Но окрас не такой цвет, как у обычных воронов, а только у сорок. Из-за этого есть две названия – австралийская сорока и ворона-свистун. Их можно встретить в городских парках, в лугах и в полях. Когда они прилетают весной и у них начинается сезон гнездования, они становятся очень агрессивными, готовы, чтобы защитить свое потомство. Если птицы почувствуют в угрозу человека, то без промедленения они нападут. Люди знают их недружелюбный характер весной. Они могут апикировать на незваных костей, а также у них есть острый криф. Они могут навредить человеку раны на коже или повредить глазам. Короче, если ты в Австралии и хочешь покататься на велике, то береги голову, идти за руки и атакует прямо в голову. Полярная сова или белая сова. Все люди любят сову. В мире существует очень много разных видов сов. Например, рыбный филин, самый крупный из них. Даже бородатый неясить и многие другие. Но полярная сова – это самая красивая, но она еще и самая опасная из них. Их можно встретить в тундре, а также и в районе полярного круга. Эти красивые птицы могут жить до минус 50 градусов. Полярные самки всегда крупнее самцов. Их длина может достигать от 70 до 75 сантиметров. Размах крыльев достигает 180 сантиметров. А самцы – 65 сантиметров в длину. И от 120 до 160 сантиметров крылья. Эти красивые птицы питаются мышевидными грызунами. Если к этой птице подойти слишком близко, то она бросается в атаку, чтобы прогнать свои владения. Если угрозой является человек, то тут уже говорить нечего. Они тоже бросаются в атаку, но они целятся прямо в лицо и голову. У них очень мощные и острые когти, которые могут навредить человеку серьезные повреждения. Особенно глазам. Если хотите приручить эту ссову, то будьте осторожны. У них мощные когти и могут поцарапать ваши глаза. И последнее в моем списке – это дроздовая мухоловка. Эта красивая птица не является хищником. Но в этом списке все равно она является самой опасной. Дроздовая мухоловка является самой ядовитой птицей на Земле. Эта небольшая птичка имеет небольшие размеры и не иступает физической силой. Так знал орнитолог Джек Думбахер в 1989 году. Он изучил разных птиц, которые питали на Новой Гвинеи. Выпуская симпатичных птичек из паутины, ученый поцарапал себе палец. Не придал значения царапине, орнитолог сунул палец в рот. И тут же ощутил, как они имели рот, губы и язык. Ученым удалось выяснить, что организм этой птицы и яд попадает вместе с жуками, которые едят эти красивые птички. А затем постепенно накапливается в перьях и кожах. Когда вступает в контакт вместе с людьми и с этими красивыми птичками, смертные опасности ничего не угрожают. Но химический ожог, паралич и отнимение конечностей вполне обеспечены. Правда, я не знаю, как буду гладить эту красивую птичку. Может, зимние перчатки возьму? Или эти перчатки для работников? Короче, напишите в комментариях, в каких перчатках надо ходить, чтобы не получить разные повреждения от этой дроздовой мухоловки. Друзья, если на моем канале наберет 400 подписчиков, то обязательно сделаю продолжение про опасных и агрессивных птиц на земле. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Посмотрите остальные ролики с моего канала. Всем удачи. Пока.